Сегодня во многих странах мира и в том числе в Казахстане наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью. В семье по сравнению с другими регионами ситуация стабильна. С начала года корью заразилось 44 человека, 80% из них дети. Корь одна из самых распространенных инфекционных заболеваний на планете. И хотя на первый взгляд она может показаться безобидной, корь характерна тяжелыми осложнениями. Среди них пневмония, инфекция головного мозга и даже смерть. Болезнь передается быстро. Человек, контактировавший с пациентом, подвержен высокому риску заразиться. Специального лекарственного препарата для лечения кори не существует. Лечение только симптоматическое. Самый эффективный способ борьбы с этим заболеванием – вакцинация. Согласно национальному календарю профилактических прививок Республики Казахстан, плановая вакцинация детей против кори проводится в возрасте одного года и шести лет. Сейчас для стабилизации эпидемиологической ситуации в стране проводится дополнительная иммунизация детей. Она началась 6 ноября и продлится до января 2024 года. Корь – это инфекционное заболевание, вирусное и очень заразное. Инфекция передается воздушно-капельным путем. При контакте с больными, то есть при разговоре, чихании и кашле людей, которые ранее не были вакцинированы против кори и никогда ее не болели, могут заразиться с вероятностью выше 90%. А учитывая, что единственным способом профилактики кори является вакцинация и то, что здоровье наших детей в наших руках, наше городское управление просит жителей принять полное и своевременное участие в массовой иммунизации. По словам медиков, вспышка кори произошла из-за того, что многие граждане не вакцинированы. Вакцинация против кори осуществляется бесплатно в поликлиниках по месту жительства. Вакцины имеются в достаточных количествах во всех учреждениях. Медицинские помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Корь существует уже давно, болеют чаще всего дети. Однако, то ли из-за того, что сейчас время другое, то ли из-за изменения экологии корью стали болеть и взрослые люди. Я считаю, что во избежание заражения необходимо соблюдать личную гигиену, своевременно обращаться к врачу и принимать витамины. Если бы детей вакцинировали массово, то в обществе сформировался бы коллективный иммунитет против кори. Однако, в последнее время увеличилось количество отказывающихся от прививок граждан. Специалисты говорят, что это создает опасность для здоровья детей. Сегодня в нашем регионе 64% инфицированных корью не получали вакцины.